пошли вот у меня очень хороший знакомый и он попросил воспоминания дать об его отце но я говорю как то так неудобно я говорю попросил чтобы пришла его жена вот она пришла виктория и будет задавать мне вопросы вопросы эти они просто необходимы для разговора здесь быть значит какой вопрос а то он сама вопросы эти дал уже чтобы их озвучили первый вопрос а я вот он держать гнатий тихонович расскажите пожалуйста о том как вы познакомились алексей алексей это его отец ну сказать алексей это не по паспорту то мы его звали алёша а на самом деле он леонид ну видимо леонид сходство произношение так он никто леонидом не звал и не знали даже леонид ильич при том а в это время был генеральный секретарь партии государь леонид ильич брежнев это надо к тому будет дальше я буду вот так говорить не сразу все потому что ближе меня у него никого не было это сего слов было и дальше как он будет показывать я специально взял книгу называется для слова божия нет уз и он здесь его допрашивать следователь эта страница в книге 140 речка новле они дыльич родился 8 сентября 52 года дальше прямая речь это я когда освободился но так как я был не преступник а репрессированный то закон гласит что мне должны дать мое дело я имею право выписывать что хочу а когда преступник какой им не дают это и уже закончилось все отсидел и напротив меня сидел следователь а я там а эти листа и кто что показывал как допрашивали какими делами я занимался все здесь написано ну и он следователь то тоже думать чтобы сохранить ему дали он сидит целый день я говорю вы не бойтесь я верующие я не выру страницу и он меня одного оставил я сидел вот это все выписывал дословно и вот он говорит слабкиным знаком около 8 лет но это не 8 дней если учитывая что у нас все было с ним по деловому везде то восемь лет они были перенасыщены у нас общение было и днем и ночью и выходные и в храме и по делу и дело не просто дело дело которое стало известно всему миру я покажу как все это было задействовано и подобного больше никто не делал ни здесь не за рубежом вот на какое дело господь поднял это я сильно болел состояние было безнадежное врачи отказывались лечить молился и исцелел мать была у него старая обрядка и он тоже ходил к старообрядцам после встречи с игнатием он стал моим духовным отцом ну ясно дело так называть мирской человек чтобы это явно что у него жизнь совершенно изменилась по другому у нас отношения хорошие это он следователю говорит на моей аппаратуре он ничего не записывал а почему если я на его аппаратуре записывал а записывал я интервью брал у репрессированных и она златоуста библию жития святых то у него аппаратуру отнимут и он сразу как бы обороняется и говорит нет нет он на своей мою аппаратуру не трожьте зачем же это так лапкин эрудированный грамотный хорошо знает священное писание дальше второй допрос был когда тут первое что-то не указан как второй вопрос был 5 2 86 ли сделала 23 лапкин многое отдавал даром то есть вот мы что делали покупали и находили людей даром отдавали а мне это приписали статью что я будто бы корысть какую-то имел показания вот такие были так я ему помогал в ремонте магнитофонов и он всегда со мной рассчитывался это уже навеки ушло в вечность кавычки закрыты прямо взято дальше еще допрос ли сделала 25 13 февраля 86 а тут 5 февраля то есть через неделю почти его еще раз допрашивают для лапкина покупал раз 10 по 10 15 микросхем а одна стоит 12 рублей 50 копеек но если даже 10 это будет уже 120 рублей а 15 это уже по 200 подходит деньги давал лапкин сколько же раз столько же раз я покупал на деньги лапкина головки по 8 10 штук по 7 рублей головки вот на магнитофоны покупал для него большое количество двигателей 20 штук по 12 с лишним рублей за его деньги для студии зарплата лапкина как сторожа 72 рубля в месяц это понятно это огромные деньги по тем временем 72 за месяц только за месяц но он упомянул не все а что и как ознакомца произошло так у меня всегда внутри было поделиться тем что я знаю а так как я ничем больше не был заинтересован как богом поэтому мои знания были узкоспецифические по отношению к библии и все что в развертке было читал литературу газеты журналы фильмы я все обращал на то как спасти человеку но в церкви все по-славянски как это переломить надо на русском языке а как у меня машинка она печатает там даже 7 экземпляров заложу тонко папиросная бумага тускло едва видно и вот когда появились магнитофоны а появились они еще раньше немного чем познакомились с алексеем то две дорожки скорость какая там у них было кажется 9 что ли какая-то скорость такая несуразная и они маленькие были по 150 вот такие вот а ну там всего может быть минут 10 но что 10 минут то а ее покупать надо а потом появились магнитофоны это романтик 304 это я у баптистов увидал 4 дорожки по скорости 47 это 4 7 десятых сантиметров в секунду протягивать ленты и оказалось что можно уже не 150 270 это довольно большие уже 270 но вот появились магнитофоны я не знаю только знал я их раньше или нет по моему уже натолкнул меня алексей чего это все началось я тут молюсь а у меня один выход к небу помоги господи как это сделать но не двум не трем человеком а чтобы десятки людей могли получить вот я на златоуста я его насчитал уже но как одна копия я насчитывал на этой скорости нормально чисто другому дал послушал третьему давно она одна потерялась уже заново бери книгу насчитывай 12 книг златоуста библия там святые отцы и анкран штатский игнатий бренщинина 12 томов жития святых 5 томов добротолюбие то есть огромная фанатека эта фанатека 2500 часов но это просто даже не выскажешь какая я в это время молюсь а у бога все вымерено он идет в это время на партизанской у них еще сейчас кажется молятся старобрядцы он идет с какой-то агафьей и ей говорит вот я говорю то ничего не понимаю вот как бы по-русски то было она готовит человек один его игнатий звать но он к никоньянам ходит они православных никоньянами зовут вот он по-русски знает в него книги есть такой он готова где его найти но это я не знаю говорит а идут уже начало маленькая темнеться фонари зажгли и она так присмотрелась до кого-то он впереди идет говорит она говорит обо мне я в это время думаю как мне найти этого человека который помог бы и мы идем на встречу с каждым шагом приближаясь друг другу это настолько важно что ваше появление в барнауле с этим будет связано все в этом заложено было вот этот момент и когда она ему сказала а вон он игнатий идет прямо на встречу к нам то он сразу как бы от нее маленько отшатнулся как опешил остановился мы поздоровались она говорит а я про вас рассказывала я быстро спросил а чем занимаешься а какой интерес молодой юноша открытая по магнитофонам его разбираешься он говорит да я говорю у меня вот такая задача можно сделать как-то чтобы быстрее записывать чем голосом я как считаю и таким же на той скорости она и записывает он год можно такие магнитофоны есть а магнитофоны эти очень дорогие 320 рублей представь это я должен полгода не пить и не чтобы один магнитофон купить а он прошел маленько она стоит бабка то слушает нахо можно сделать так говорит записывать на одной скорости в четыре раза больше а прослушивать опять на ту скорость вернешь и да разве это можно так он можно так еще можно сделать так в одном направлении сразу две дорожки писать это уже восемь раз быстрее так это не может быть может до конкурта можно сделать с одного магнитофона сразу на 10 как на 10 один за другим их купить конечно поставить и потом одной кнопкой и чтобы они все сразу работали а как это так у меня вот уже в голове то как пошло то это уже теперь мы считаем то 4 теперь 8 и в 10 80 раз быстрее то но ясное дело что я и не поверил даже он говорит сделаю он все он как будто вот вошел в наш круг семью и все дал адрес завтра он приходит а я много работал у меня деньги были я пищником был неукротимый в этом деле был я решил больше деньги никуда не девать не давать у меня сразу я не за это занял или что-то и вот мы стали приобретать эти магнитофоны вот они у меня оставят вот он маяк 200 вот он пока покажи маленькой умеешь на наклоне может быть видно будет вот он его почти не видно закрытый где-то там он тоже есть еще один магнитофон это их много было вот они даже его видать он там закрытый стоит вот на нем стоит принтер тут я не буду открывать неудобно это удивление было и он начал делать так чтобы одной кнопкой срывать все магнитофоны назвал доильный аппарат все я покупаю у него денег то не было совсем ну и сунулись магазина там магнитофон два больше нету и кто чего как почему-то все это было пять катушек катушки были на и записывать и больше нету и вот мы стали с ним ездить у него был мотороллер не мотоцикл мотороллер так по-другому он выглядит и с люлькой и вот мы поехали однажды в новосибирск мы проехали берск из китим все подмели что было приезжаем в академгородок это новосибирский академгородок и все но зашли у вас такие магнитофоны есть они говорят есть но они не работают это все продано это никогда не называется как-то там рекламацию посылает на завод и поэтому мы их отсылаем цена их не уменьшается он готов покажите но еще по поводу бракованные бракованные что-то что-то по-разному но горит у нас есть мастера и они посмотрели они горит не поддаются ремонту их на только на завод но алёша говорит ну покажите еще показывать правда продавцам то не охота даже дальше никто их не возьмет он взял его там пальцем не прокручивается даже так берем она как берете он же не работает вышел мастер она вызвала мастера мастер горит мы их осмотрели отсылаем на завод и поэтому они не поддаются ремонту он говорит берем но цена то та же самая 320 все а еще есть она горит есть такие же она приносит другой крутится но там звука нету у третьего еще что-то 8 магнитофонов я уже лёш как берешь берем там металлолом нам же работать надо все в порядке будет а как ты их отремонтируешь я знаю как ну берет документы все это пищать и поставили как новенькие купили новенькие они один не работает но я на него уже смотрю как авантюрист какой-то это скажет так такие деньги в ломить это пристав 10 это уже 3200 а то вообще вообразить нельзя какие огромные деньги в то время для нас дорабочие 72 я в месяц зарабатываю но привез он их проходит день он кажется магнитофона 3 мне привозят работают а что ты сделал ну вот это трудно было у него горит вал неправильно пришлось на завод говорит тут это на заводе не подточили этот вал говорит а второе а он как раз кинул микросхем это дается на они нет и ягод по частям его разбил там на 4 части посмотрел где а потом у него там проводок говорит замкнул это у трансформатора вот так ну как ты нашел этот проводок это маленькая но я по частям ну у него чутье было это не знание знания никаких не хватит там механики специалисты они ничего не могли взять это божьей милостью очень большой был специалист ну и дальше проходит до дня 3 все 9 8 стоят на месте дальше он стал все делать пленки то покупаем какие они я насчитал на 375 они идут 525 теперь мне надо в одну ленту тянуть стой на той же скорости чтобы качество было и создать оригинал на другой и вдруг идут не 375 там меньше и теперь мне третий раз я все это сделал каталоги составил тут чисто моя работа была ну и дальше кухня завертелась она же ферромагнитный слой его когда быстро доедут они на скорости 19 сантиметров только шорох стоит на один поскорее маленько бывает где-то и она ферромагнитный слой то снимает и у меня в комнате видимо тут дышать нечем он мне поставил вентилятор в окно и он туда все время гонит а люди там не поймут что за запах там идет запах как на заводе какой и они у меня крутились круглосуточно и когда отец таким звонил он тогда еще батюшкой был или не был не знаю ну как да на полу сплю это означает я не ложусь спать я вот так вот сяду на этой кровати они у меня а вся комната по по всему 12,8 квадратных метров 12 квадратов и они у меня в ряд стоят два ряда и как их сорвать все это вместе то это я вот так вот наклонился сидя головой на эту кровать напротив то они как дойдут и эти хвостики то захлопают первое то у них приклеена рак от белая в конце красный и они захлопают только я сразу записываю какой что переправляю их заправил и опять прикорнул иногда бывает месяц я не ложился спать я в этом деле был неукротимый ну у алёши грамота была совсем почти никакая но в этом деле он был ас и вот когда он взял новый завет у меня начитанный и прослушал пришел гляжу заплаканный кучу такие вот читал то неправильно то есть чтение моим голосом с интонации как я как мог его настолько тронуло он пришел вот какой-то как будто бы другой но видимо в то время когда он еще мы не знакомились он рассказывал как он был с пацанами как они гоняли милиция гонялась там это что-то нарушали правила и выпивали этого у было уже тогда но как только мы познакомились с него как рукой сняла притом я не настаивал мне ничего но он понимал что рядом он не будет и он совершенно преобразился конечно надето жены еще не было она она была в нашем круге если бы я с ними познакомился он не пришел и она бы была и мужа твоего не было его не было и ты бы сидела в украине вот почему я говорю что так господь все это устроил и вот когда у нас это начало раскручиваться надо пленок а пленок то нету и мы кинулись туда уже неизвестно куда едем к нам везут с эстонии с востока а подают 5 а иногда стали бы давать две только пленки 2 на руки купил все а нам-то не 2 надо мне сразу нужно полторы тысячи это нельзя и никак но все бог так устраивал вот мы пришли там нет я а я открыто говорю нам нужно мы жития святых начитанная святых директор а вы может быть про клавдию стюжанину еще знаете я говорю которая воскресла так я с ней встречался да вы что ну заходите поговорили у нее все что если на подметелку мне отдала ну за деньги конечно это так господь делает москву приехали та же история директор не на незнакомый это директор и говорит а вы не могли бы мне библию достать тогда был миша гордеев михаил федорович хороший человек москве нам помогал у него на квартире останавливались а он работал на поливальной машине и мы туда еще купим в бочку вот сидим я только лежу здание мелькает в бочке нас никогда там не найдешь которая поливалка ходит где-то и к директору ну а директор нас попросил библию и у меня есть библия но стали братья кажется на тысячу у нас не хватило денег он заберите завтра дадите первый раз нас видит и вот как люди расположены но завтра мы пришли где-то видимо еще директор достал мы рассчитались договорились что нигде ничего не переплачивать деньгами то но я сказал деньгами то взятку не давать то на дальше ничего не сказал а в другие то других местах люди узнают у нас валя барышникова ходит нам а ее отец он пришел узнал пленки есть она не продает деньги давать нельзя он пошел малины там бедро что ли набрал ей я про малину то ничего не сказал ну и она все раскубарил ну ладно может быть это не взятка просто по знакомству было и отовсюду к нам поплыли пленка теперь представьте на скорости 19 в одном направлении две дорожки обратно 2 а потом уменьшаем до 47 и по одной дорожке слушать вот тут уже пошла работа быстро узнали монастыри пюхтинский там загорске монахи архиереи кого только не было отовсюду ехали но разошлось далеко и перетащили даже за границу это главная основная работа почем мы работали он обладал юмором это ну насти был старообрядица старообрядцев юмора нет никакого никогда нету то у меня жена 46 лет и она ни одного юморного слова не может сказать ей не дано она просто не может у ней нет этого чувства у них все сразу в обиду там или как-то перерастает а он не такой был и вот мы поехали вокруг света мы работали в мостопоезде 140 строить дороги мосты вот и нам положен был железнодорожный билет бесплатный раз в году в одном направлении ну а каком направлении я поехал в москву а наши жили в киргизии мы едем алматы фрунзи оттуда захватываем баку каспийское море тбилиси молдавия украина харьков киев прибалтика эстония это в один конец петля то какая ну нам шли на встречу нас ценили на работе и мы человек 68 ездили от семь едем и вот но это было и сейчас не могу сказать это ли туркмения там или узбекистан что-то на непохожие и продают самые дешевые дыни и арбузы но их накатали а когда в общий вагон едешь от под тобой то там это сиденья то ящики то мы их накатали туда и вот едем лёша но еще по пластику сидим по пластику ножом раз вот по пластику даже сказать старобряться не скажет как ехали конечно всегда был у нас разговор божественный все как надо везде что нужно было он записывал помогал тут у нас безукоризненно было и вот однажды мы приехали и заехали с той стороны где наша валя живет а валя это моя сестра родная она с 52 года с ним одногодка с этим с алексеем с алёшей то вот зашли в огород а у них сливы это фронзи там сливы ну чуть ли не вот такие вот тут как мой магнитового этот телефон почти вот такие огромные сливы и они когда падает и маленько треснет даже они называются жирные но их только перерабатывают там цены им нету земля хорошая поливали ну и он подбирает их агры лёша не бери а у них слабительное действие ничего он такой был боевой боевое думал что все ему посадят не все сходит ну и одну сливу съел я гляжу уже он третью пятую ест я говорю подожди не ешь иначе ты болеть будешь ничего я никогда не ел хоть досыта наемся но пришли у наших побыли пошли к родителям а у родителей корова была молока то он тоже не видел парного молока пол-литровую ну ну желудок то не приучен к этому то что с ним было ну и наглотался этого то от наших водишь дровяник и там туалет он не стал никуда уходить кто следующий идет он хотя за ним за каждую очередь занимает и сидит говорит задницу надсадил говорит сегодня я же тебе говорила лёш так я никогда не думал что это такое совсем не держится ничего вот слушаться надо старших вот я все воспоминаю как мы с ним познакомились мать его была старая обрядка она на хорошем на расчету там была но пришел поздоровлюсь она любила стряпать разное ватрушки и может быть это как раз над ней сыграла такую шутку у нее заворот кишок получился и пока ее везли пока хватились она думала что то просто так и она умерла умерла но уже алёша был женат это и она там настряпала огромные такие полные этим и никто не нашел и стали справлять 40 дней и нашли его трушки она как будто сама напекла к 40 дней так это получилось это он спрашивает об отце и бабушке бабушку я не помню а он безотцовшин он жил один вот это вот на первый вопрос как мы с ним познакомились я считаю это знакомство было от бога если бы этого не было меня бы никто и не знал я только в частном а тут я лишь как разошелся то все мы распустили крылья так как широко вот и когда все вся эта работа то наша пошла люди стали знать то это я на этом не остановился я уже стал у меня тема была готова о масонстве м1 м5 богатый богатый материал все что до революции сказано было в советской литературе зарубежной как-то вся литература на меня шла и дальше в мои руки попадает архипелаг гулаг книги запрещенные сложеницына александра исаевича и я ее начитываю 11 кассет полностью насчитываю это все послужит грузом на шее меня арестуют это было восьмидесятом году значит он говорит восемь шестом восемь лет это поле порядка 78 мы познакомились примерно так 1978 вот но уж тут пошла раскрутка тут подставлять только ноги я еще кое-что начитал когда прошли патриарха какое гонение советская власть на верующих и на работе сидел старожиха как-то опоздала а у меня все время была жажда писать стихотворение я два стихотворения написала они покоснулись советской власти и ленина и я послал они их уже перехватили и все дело значит лапкин занимается распространением заведомо ложных измышлений порочащих общественный государственный строй советского союза то есть враг у ворот его надо арестовать но и меня арестовали восьмидесятом году первый арест был но это алексей уже давал алёша по второму аресту я уже загремел уже судом уже суд был все по закону вот он это все знал после первого ареста когда я вернулся и у меня уже был небольшой опыт тюремный я перенес оттуда знания кое-какие вот допустим человек задумать свой как у меня жена теперь там ребятишки до конфискует на аэромашина то называется у них гусей гонять и мы где-то поехали с ним потеряевку там какая-то красная дубрава или что и много гусей а у нас магнитофон был я знал что там гуси длинные провода и алексей вперед бежал а я гусей гнал и записывали гусей когда я буду рассказывать про тюрьму чтобы гуси гоготали потом про это спрашивает вот значит третий вопрос его какой тут расскажите подробнее об историях и с часами которые не шли до его прихода арбузах покупки партии магнитофоном с дефектом и записи гусей вот ведь я уже предвосхитил это все об историях с часами это не простая история она как бы завершающие там на компьютере пишет о я же не нажал почему что не сказала я вот не но видишь это моя ошибка была у них не хорошо что здесь есть с этого момента тут будет значит у тебя там цифры-то бегут бегут все нормально держи так вот часами его приняли в трамвайное депо а в трамвай депо ломаются трамваи то один трамвай стал проходит время второй трамвай стал третий ничего не могут ищут объявления дают ничего и он наткнулся и он эти все трамваи поставил на ноги это большой специалист был ему разницы не было какая техника раньше были японские магнитофоны кассеты небольшие их нельзя было ремонтировать говорили нельзя вскрывать там ну что то такое мы когда приезжали во фрунзе то там баптисты адвентисты православные кого только не было все тащили магнитофоны во все на ноги поставит я не знал что он не знает вот едем мимо свалкой дымится он сразу давай заедем заезжаем выброшенный холодильник он посмотрел холодильника хороший да как он хорошая он его оттуда принес отремонтировал мне поставил вот едет машь мужчина там копается в капоте он мимо проскочил а я сзади сижу он затормозил у мужика что-то неладно с машиной я говорю еще так помочь надо игру так машин то сколько никто же не помог ну может и мне когда я подошел чё у тебя мужик да вот то другое он провода натянул ему это счета подзарядил за тарахтела мужик поехал то есть у него было много бы друзей если бы он брал адреса вот швейная машина приедет приедет швейная машинка он ее отремонтирует это даже для нее это никакой не разговор то есть по любому вопросу которые ну можно было бы где-то коснулись он все это делал это вот было и когда начальник я не знаю стромай на депо он ушел или нет уже его сильно ценили идет он мимо организации она какая-то по холодильным установкам кажется было и видит у них огромное такие вот часы висят и не работают а он зашел это еще часы то не работают да сломались давно уже не работает ну так отремонтировать да нет таких мастеров часы говорят хорошие но и он как-то добился к начальнику когда часы то эти он поставил на ноги они ему начали подсовывать все он все поставил на ноги но и опять там напился потерял сознание так директор сам его домой привез так его ценил вот эта история с часами если бы он не пил он бы жил еще не знаю сколько он прожил то что-то где-то 37 что ли лет и 25 лет назад умер почему он все-таки ценил свой талант и примерялся к другим и вот читаем я допустим игры смотри какой материал нашел человек один вот он знает это это но говорит область химии мне неизвестно и он это брал образ химии оба это мне неизвестно алексей брал мне тоже нет то есть он как бы пристраивался в ряд знаменитых талантливых людей и примерял все на себя и вдруг считает такой-то знаменитый людей человек и он пил почему мне не выпить это видите как это детское подражание но при мне этого не было в конце стало проявлять все у него он видимо что-то там выйдет и ой прям на ка это канифоли наглотался аж в глазах темно прям качает но я же вижу что не от канифоли ты старался не трогать но уже началось у нас размежевание я и когда прямо сказал ему ты пьешь вот говорят а зачем об этом говорить так иначе это не будет другой человек совсем говорят а мертвым говорят только хорошее или ничего это обман это взятое из римских аналов там написано а мертвым говорят все или ничего они так чтобы отрихтовать его и где-то это никому не надо вот вышла газета и пишет 113 любовни с пушкина александра сергеевича как королев это главная ракета строитель он не пропускал ни одной там уборщицы за которой бы него не уволокся и это все описывает ну потому что это его жизнь иначе он будет отдавать пал чужую жену взяла хозяина убил 50 псалом зачем библия показывает это все но хороший человек павел горит что я противостал петру так что павел был не согласен с апостолом петром да очень большое разногласия было и библия все сохранила почему меня библия привлекла я вижу она ничего не скрывает и поэтому наш разговор когда мы ничего не таим а чего ради таит ему это не повредит если православный он скажет положу я за него поклончик помолюсь понимать у нас другое отношение к этому и он эти часы так как отремонтировал а потом его уже начальник то и полюбил вот а потом он устроился в кочегарку в церкви в покромском соборе улица никитина 137 знаешь где и вот он там опять на работе накиликался его кто за руки за ноги его потащили домой но одна бабушка встрела его и говорит алёша что ж ты так напился то чуть тепленький но это было побуждение покаяния а он сразу это настоятель меня заложил он тайну исповеди открыл а то на священников это катя да какая тайна когда тебя мертвец в стельку пьяного тащит по ограде ну какая тайна то все кто шли тебя видели скрывать этого как скроешься тебя говорит это мазь запашистую в кулаке не скроешь где-то но тут у нас уже начались разногласия прямо поставил вопрос или мы как было у нас знаем ся или нет но уже подходила эпоха электронной техники она была совсем рядом я думаю вот видишь сын у него пошел по электронике а отец пошел были нет я вот так для себя думаю он бы осилил это все у него был талант преподавания того что он умеет сейчас я не знаю кто ему предложил видимо я и ему сказал ты ремонтируешь а магнофон это у нас у всех и марки разные как их ремонтируют и ты научи маленько там диоды три воды где-то и он стал проводить уроки и так талантливо преподавала женщины все стали сами ремонтировать да а там а это не просто магнитофон там уж телевизором это не смотрели где-то вот это вот я что припоминаю так говорится на слуху и когда мы стали готовить уже более такие похожие на мирские с оформлением он стал делать реверацию допустим я нашел книгу книга это тоже попала ко мне почти случайно я был в грузии и вот теперь который священник он еврей а тогда он еще не был священник мой крестник православный священник отец на ум и мы пошли к одной бабушке он из баптистов оттуда пришли и она говорит у меня вот такая есть книга там мировая поэзия так что-то она по-другому маленько называлась вот стихи поэтов знаменитых и иллюстрации гюстама даре черно-белая на каждой иллюстрации стихотворение там державин написал пушкин ну и дальше перечисляется майков вот и все которые писали там льдов я почитал стихотворение то какие хорошие как бы это перечитать то я уезжаю мы с ним ушли уже а я ему и говорю дому поедем выпросим у нее она говорит она не даст она никому не дает но помолимся может даст вот пришли я с ней начал говорить один из эмпляр бабуня а вот если бы было другие услышали бы а потом я говорю дай мне эту книгу я тебе назад верну а я говорю давай сначала ты помолись об этой книге вслух баптисты молятся своими словами и она стала молиться старческим голосом господи я так боюсь эту книгу отдавать а вот братик просит вот я отдаю ему чтобы она послужила тебе не хочу чтобы талант закопанный был и это я все взял привез и теперь стихотворение это считаю и смотрю каким голосом читать кого-то артист по разным театрам стал искать заслуженный артист ссср там у меня там начитано было один считал здесь смерть дочери ефая да даже ты бы знала это будешь плакать сидеть он говорит и через рыдание все это произносит когда он дочь отдал в жертву когда нас к он сказал на фронте победа будет за мной что первое выйдет я отдам ну и вот получилось она первое то вышло я это все попутно говорю и вот алексей мне я видел что он может начитать читал и там одни стихотворение были такие что души при корее дофани а вероне проваливается в ад и они падают и кричат и он это сделал реверация то есть помогите и он сам кричит и вот это реверация то идет и после его смерти то когда уже слушаешь страшно делается он как будто бы на самом деле себя там видел он умер 1 июня 1 июня у меня уже лагерь был открыт и приехала валентина ковалева и говорит алёша умер а почему около кровати там недопитая бутылка у него была стояла 37 лет он здоровый же был вот такое дело ну что у меня впечатление такое было как будто бы у меня зуб здоровый вырвали так его не хватало ну что дальше ему сказать вот поэтому все прошли 4 но расскажите все другие случаи которые вам запомнили с участием алексея но с участием его мне что это запомнилось конечно больше всего по магнитофоном он помогал и вот когда эту реверацию это делали и как это делать и мы у него было два этажа на первом и на втором как то так у него двухэтажный был да там другие были люди еще жили то и мы там наверху лежали и в это время в окна залетали летучие мыши и летали над нами ночные ласточки и он все это сделает это где-то на пленках у меня сохранен он мои стихотворения которые я привез помог насчитать и сделать вот с этим сэхом реверация там больше ничего не сделаешь видео этого никто не знал просто не было этого вот какие были случаи вот мы приехали с ним в потеряевку допустим надо на березовку приехали я сейчас не помню какой-то там месяц ну где-то в апреле видимо где-то и мы с ним выпили березовки за день примерно по 10 литров это вообще а потом я говорю знаешь поехали на урывку там дороги нет но как-то проберемся где-то по снегу проедем и там живет мама моей подруга ксения она была пчеловода вместе работали на пасеке мы к ней поехали попроведать она нас там медом накормила и то есть это запомнилось везде он со всегда был согласен вот на то что когда знал что его ждет от москву когда ездил я его брал с собой он был просто незаменимый тут отовсюду люди приходили он ремонтировал а для меня это приток новых людей вот это что я хорошо помню ну что сказать от сказать еще там по семейному он когда она думала жениться он советовался ее клепикова фамилия была а как они вообще познакомились но она как церковь ходила мы людей приглашали на занятия по изучению библии и она стала к нам ходить вот а он то стал ко мне ходить и теперь они встретились и увидел что она по возрасту я не знаю на моложе его было наверное примерно так но я говорю я ее не знаю надо съездить они из белокурихи мы поехали этом дня два побыл с мамой ее был знаком с бабушкой и его а у меня я не знал то есть у него я не знал никого больше кроме мама больше не никогда не знали до отца не знали до его и не было то есть он где-то видимо в какой дали потерялся то вот и вот алексей это подозревали в деле которые мне потом сказали когда я с кем беседовал каким образом эти записи оставались у меня я беседую с уполномоченным по религиозным культом и вдруг эта запись становится известная как считалось так что магнитофон из магнитофона запись и у меня через рукав провод идет так мы и делали и здесь я микрофон держу не видели но когда запись была большая то он говорил я могу записывать примерно за 300 метров отсюда а маленький микрофончик поставить в бороде не видно у меня в бороде вполне до гола не видно то есть они очень сильно интересовались это у меня вот в этой книге даже есть одного запрашивали там марку скажется и спрашивали лапкин учил ли вас делать тайную запись тайной запись мы много записали ничего тут не было что я там именно люди которые боялись сказать вот священник один отец роман он освободился я его расспрашиваю обо всем как он сидел как он был и он и гоня только никому а я микрофон держу возле рта его только никому то есть люди боялись но теперь-то бояться нечего все официально еще таких записей было много староста там церковной рассказывал про настоятель войтовича отца николая с властями там был голосов один священник приехал голосов откуда-то с украины что ли он там был чуть ли не полицаем когда он был мирской человек и это все каким-то образом узнали а он проповедник был такой а кому он заходил все время это анна а я у них печи делал и она мне все рассказывала про них в про как какая там и вот голосов то ему дядя был войтович от который сейчас александра невском то а это его отец но его обвиняли что он доложил на него чтобы его место занять то и отец роман говорит он сидел и даже отец николай будто уплакал и кричал не я это сделал не я его заложил они сами узнали кем но его чуть-чуть не посадили этого священника и куда-то его отправили чуть ли не в счету какой-то даже не знаю какое-то место такое какая-то деревня и он потом этим писал пасхальный день я вышел христос воскресе никого нету вообще нету и он стал проповеди проповеди говорите следующая пасха уже люди во дворе стояли не умещались это вот то что я помню что было записано благодаря алёше тайна это женщина рассказывала и мы эту историю сохранили а все боялись трепетали а рассказы очень интересные такие как люди страдали как что было где то то есть вот эти от него уже научились что делать и батюшка отец а ким и и пленки вот это массово пошли все благодаря алёше и один случай был такой я верующий неправды говорить нельзя я а поехали на картошку нас повезли от работы я говорю я вот я вам расскажу случай но я не вру и вы наверно никто не поверите а у меня сосед был не сосед а соседка ее брат приходит и пьяница еще их не заладилось а его звали владимир ильич а этот леонид ильич ну еще то там я в окно то гляжу а между ним уже драка настоящая и алёша повалил этого и одолел его то а я говорю знаете я видел на днях как владимир ильич боролся с леонидом ильичем но леонид ильич победил его но все знают владимир ильич это ленин леонид ильич это брежнев да как это может быть ну так вот думайте теперь как но это реально было я прямо видел это дело все говорят или во сне видел или фильм кто-то рассказывает то есть вот такие необыкновенные были истории связанные с ним так понятно а характеризуйте алексея как человека его черты характера умение в чем бог дал ему талант но талант по ремонту всякой техники машина я по сегодняшний день никого не знаю чтобы так мог делать иная в долгий ящик вот ему скажешь что он та причина другая где-то как-то все откладывает он не откладывал если я ему дал знать тогда мы этих телефонов не было приличной встречи я уже знаю завтра будет он здесь я говорю мне срочно нужны пленки вопросов нет он уже стоит кажется купил он уже большой мотоцикл он уже стоит рядом утром рано-рано уже заморозок был у меня колени просто полностью отстыли кажется это никуда-то до новосибирска и мы уже туда покатили но у него один раз этот мотороллер сломался и он где-то заехал и у людей оставил где-то там речкуновка или где-то но далековато это километров 80 отсюда а у меня то не правов нет и я только на велосипеде езжу он говорит ничего я научу тебя он на другом едет его там отремонтировал деталь привез что-то сломалось и теперь меня посадил и сам перед и за мной ехать смотри как я так и ты ну я как он так и я едем и вот его милиционер то останавливается а мне то куда я была тут а милиционер то его в сторонке маленькой и бордюр такой я как через бордюр то прыгнул и милиционера щит рулем не задел мимо него шмыганул милиционер на меня я уже покатился дальше то он его еще допрашивает милиционер ничего так и не понял через бордюр мимо милиционера опять соскочил и дальше а когда ехали на мотороллеры того обоих каски вот иногда он за рулем а то я сижу но договорились как милиция останавливает мы сразу маленько не доезжая останавливаемся начинаем вокруг мотороллера быстро переходить с места на место чтобы они не поняли кто из нас за рулем сидел разберись это после этому все обдумывали вот все как только делать еще так на еще еще по пластику сделаем а уже не к пластику решила о другом вот его черты характера умел был обязательный если он сказал я был совершенно спокоен дальше я ему и даю деньги деньги очень большие он покупает мы с ним договорились он где-то доработал же в это время то и у него были деньги я говорю бабушек-то не на что купить и мы шли в магазин и покупали некондиционные магнитофоны самые такие но не такие же большие все но не прям рубля там 50 стоили всего он и все на ноги ставил мы пленки магнитофоны дарили бабушкам это его идея была и через это сколько людей узнали и златоуста и жития святых это благодаря алёше ничего бы этого не было меня бы не посадили столько пленок у меня не было их бы у меня не конфисковали раз нету вот может даже не посадили бы но посадить все равно посадили бы я говорил многим и суда бы не было и 11 лет вел суд после реабилитации выиграл процесс и вот это вот 13 соток центре города представь себе 13 соток у меня и огород здесь и сад и два дома в молимся это благодаря пленкам это благодаря лёше который помог раскрутить это дело и сегодня вот это дело знает ни один человек и не два вот она написана и тут заголовок можно даже прочитать видишь нет вот этот заголовок магнитофонизация всей сибири о то есть раскрутка была невероятной и когда меня арестовывали то местное кгб а по меня по санкции мгб московской кгб то говорит считали что трудится несколько отделов здесь вот ну и и вот он опрашивал следователь то я говорю лёша то он работает как ну работает дело бежит а упадет три дня лежит они это все знали вот говорит работает за трех а пьет говорит за семерых вот эта беда его изгубила вот он приноравливался такие-то знаменитые люди они выпивали и конечно жалость огромная большая жалость где-то и у него не было но раз такое дело значит нервы ты как я не люблю это слово нервы ну так уже принято это было он нетерпеливый был нетерпеливый до невозможности и вот сейчас и сразу вот мы ремонтируем базу а базу ремонтирует эта большая база где мы принимали и никого на работу не принимали только нас почему краски уходило раза два с половиной меньше качество лучше ну и все другое и алёша и я-то не знаю как они работали не строитель то но я всем второй разряд ставлю у меня четвертый разряд я прораб я все организую ясно что не но и один тут работает от потом он стал священником он работает ну прям ну а бы как прямо вот ну никак да нафиг это нужно вот я все так и поставлю ему ему разряд еще ниже лёша работает покраска железо красить крышу крыть белить он везде первый то прошла неделя ему разряд повышаю который дал я вам возвысил до четвертого разряда вместе со мной уже если ему дала работу работа буквально брыжет и кипит это уже не отнимешь вот вчера я сказал помянул его мать жену его и его и сказал два сапога пара у этого есть другое значение два сапога пара это значит одинаковый один другого не лучше не перетянет но если значение такое что один сапог тянет другой а мы размышляли вчера об этих словах вот он как раз тот был который ее тянул она я сказал про него я говорю она черепаха она все медленно медленно делает там за смертью посылать только но он такой нужен был он шевелил ее и тащил вперед вот где-то скажете не надо она она почти не изменялась он изменялся она нет она на месте стояла он сказал гаврюшка то маленький совсем ты сиди дома а сегодня у баптистов свадьба ну что что свадьба так ну не ходи а я пойду ну как пойдешь я сказал не ходи а вот он уже понял что муж господин мы стоим разговариваем она как большая ограда такая она как коза прыгнула через ограду и сиганула их баптистом а этот и лежит там ребенок плачет то есть совершенно она не знала что такое себя смирять я говорю вот когда мы отдельно молились на дома выйдем и скажу выйдите из дверей уходите второй этаж люди за нами смотрят она выйдет и перед дверями будет стоять ей мы отказали приходить к нам ему это конечно все было очень неприятно и выдержки у него не было но и отсюда все остальные выводы какие были он это знал знал приходил каялся говорил и что делать только не прикасайся к рука руками этого нельзя делать нельзя ты этим ее не исправишь ты видишь его оглобляй бея из нее есть такие бабы которые вообще не подается ее легче ухлестать никак только молись у меня тоже она не сахар а что не так я в уголок начинаю молиться она маленько там заговорила что-то я прекращаю обедать и завтракать в уголок молюсь обернусь она рядом стоит молиться я только за стол сяду она опять когда бухтеть начинает что-то недовольно что-то я не завез там угля или я-то такое хозяин тоже я опять ложку положил туда третий раз уже никто садится мне на работу так она так переживает ушел на работу да не ел а ты когда говорю если ворчишь и готовишь пищу не буду есть она мне желудок прожигает он-то все это слышал а у применить так себе никак не мог терпения не было и он так не так значит так и свеча в дребезги даже один раз она кажется думала так что библия сохранить защитит и он даже библию порвал у ней в руках пришел ага чего я наделал а что ты наделал ну вот не слушалась да я как свечой дал свеча там сиарина в дребезги разлетелся библию порвал вот тут ничего нет это дело прошлое так значит знать о чем молиться я его конечно здорово у нас называется не упрекала щувал щувал то есть как бы то толкал что этого нельзя никак нельзя у него были там где-то и какие-то не врядицы но я побуждал к молитве всегда и он соблюдал все посты не курил этого у нее не было но вот это вот беда была и он как бы этим приближал себя к очень знаменитым людям вот смотрите какие вот он айнштейн а он пил вот возьмите фадеев писатель молодую гварди пишет а запился и застрелился маяковский пил застрелился я тоже талантливый я тоже пью но тоже не как хорошее качество которое надо но но теоретически так но как только я уже сказал ему полностью или мы знаем все или ты не делаешь он отошел и тут он просто под откос полетел он боялся на глаза попадать все и вдруг исчезнет два-три дня нету где лёша куда-то уехал а он никуда в сарай уйдет и там отсыпается сколько людей погубили люди которые вот все это готовят эту жидкость с ними было ну вот я очень боялся что это отразится на детей на зачатие очень сильно потому что это сказывается но бог миловал как будто бы ни один не пьет по крайней мере в этом и умом бог не обидел вот за послезавтра ему исполняется 25 лет 1 июня как он отошел в вечность что интересно о нем молитву почти нету я всех помню о нем как будто бы бесполезно молиться я не знаю я опять вспоминаю опять молюсь коротенькое время не тяжело нелегко молиться просто никак я на молитве себя проверяют вот человек такой ты не знаю помолитесь у меня начали молиться и у меня на душе радость я сообщаю город этот человек хороший хороший он прислушается это бог на сердце полагает про сестру молились мою молился ей легче стало молились мы молились я другим объявил и мы молились прямо по направленной по направлению уже и легче ну вы знаете помните когда вы пошли с архиереем то тут на прописку ты уже в обед дело все разрешилось это бог дело очень быстро все это понимаете наша молитва ничего не значит она просто открывает двери благодати божией но так как навык есть я все время упражняюсь в этом и смотрю сейчас уже пошел так может у самой что то есть еще ну талант его я подсказал какой по черты его характера какие он был кучерявый очень хороший то она влюбилась в него с первого он и вот на я его приезжает говорит я ее прокатил на мотороллере вот она сидела сзади меня обняла вот и смотри к ней не прикасается нельзя да нет да я как ну молодой же парень ты где вот так то ну связи к родителям познакомься но родители там мать то ее она души не чает а мать у ней такая добрая добрая у нее все такие слова и лена и все хорошие и плохое не знать она алешенька алешенька очень хорошая ну я говорю как я себя знаю она такая же бабушка была но бабушка более была практична а мать то она маленькая не такая это я где знаю знаю только по каким местам мы ездили там брали черемшу но это все такое простое было он везде был одинаков при мне при мне то есть у него на все хватало как-то захватить это я остановлюсь лишь посмотри как жаворонки поют на молитву сразу становится никогда вопросов таких не было если что-то сделать но особенно по своей специальности тут он не имел равных я по сегодняшний день практически думаю никого таких нет а он был бы не последний кто сегодня программистами называется который ремонтирует вот он прямо сходу схватывал что-то я не знаю какое-то дело было у него собирали материал какой-то и он прям откуда только нащипал принес про масонов тема была опасная но нужная но так как он многого не читал он только слушал то что я начитывал сам он почти не считал ничего в доме своем было если я к человеку отрицательно относился на нем сразу это налагала печать он к нему отрицательно относился у него на квартире жил один тут николай олегович шевченко то но он комнату ему отвел ну вот это полки то надо сделать он ничего не делает но я говорю как же ты живешь на квартире ну хоть полки то сделал тебя книг много ты все заставил то и он тогда сразу на него уже наседает и все везде то есть он абсолютно признавал мой авторитет если я выношу такое решение он да не раздумай поднимает руку он уже голосует где-то и когда вот суд то был не суд а еще до суда последствием был его показания вот я прочитал ну тут видимо и может что-то пропустил я он оборонял меня а это и нужно было показать что я не имел никакой прибыли то и свою аппаратуру он спас я у него кое-что хранил но в это время успели перенести он сказал у меня нету а там одна была которая стала потом здесь населенца на игуменей шишкина раиса а потом она ксения была там еще кем-то она была и она говорит а игнати прятать унес клеша крышкунову то есть заложила его на когда спрашивали он говорит у меня ничего нету у него жила бакланова антонина георгиевна она была беспризорная детей у нее отняли и она одна была из подпольных эти тихоновцы монахини а когда они 32 человека пришли через мою проповедь в храм я их привел к епископу их утвердили в тех званиях ну и она жила у него на квартире и она это все видела и приходила ко мне и мы вместе молились ой как неладно все скажет она его совсем совсем не слушается она приходила ко мне она была очень послушная и она не возражала а приходила только ко мне и говорила а когда лёша то начал маленькая он говорит а как же ты его возил ты ее в тольменку так она легкая она села в люльку это там одни тряпки даже вот это слово что одни тряпки как будто человека нету показывает что они старобряди старобрядцы так не скажут вот и он к старобрядцам больше не ходил и эти теперь дети его здесь и он никогда уже туда не ходил она и на раз приходит и говорит что-то наверно неладно сделал как но вы же говорили в храме разговаривать нельзя ну так я говорил а они разговаривают бабки то ну еще я подошел сказал не разговаривай она разговаривает он подошел еще больше звали как сейчас брязну так ноги протянешь здесь в храме я вот еще это разве же можно это в храме бабка же это за мать тебе но она не знает может быть помануть надо пальцем вывести маленько рассказать а он никаких не так значит бабку в отвал еще возьмешь как было я вот ничего не скрываю говорю какой он был хороший в то же время воздержанности у него не было а библия говорит владеющий собой лучшие завоеватели города ему ничего не стоило с этим покончить тем он был среди нас где никто в рот не брал алкоголя ну вот так она зеленая змей зеленый опутался вокруг шеи он и подставил подножку для меня он вот все что есть книги вышли книги из-за чего вышли из-за того что я сидел и дальше как-то то все все одно содействовало когда к одному ну книги то без него уже были он их не знал кажется вообще уже на того не знал у меня после материала 14 газетных материалов вышло это все потом было но с этим он был бы связан очень близко распространять где как говорить вот с пленки сделать известным это он как огонек был я вот так и звал огонек вот но и сыну его надо поучиться у него я говорю счет это как как тюхтято на турнике ни разу не подтянешься висишь как груша это не годится вот посмотри какое тесто был он такие мог на турнике где угодно любую фигуру выложить неутомимый был в этом дел он жалуется что ты пищу пересаливаешь так стараюсь уже стараюсь и не делать у меня все время надежда васильно пересаливает я уже не доверяю меня зови когда надо посадить его я забыл это два раза ой я забыл опять то есть в этом что-то и не надо забывать потому что это вредно это здоровье вредно и не перекармливать не перестали вот он мне говорит она так готовит то есть и так готовишь я не могу вроде отказать а ты живешь то уже он так привык почему-то говорит сколько Вот есть надо все съесть Но съесть это когда ты начал А когда ты не садился, то и не надо Ничего есть Он мне сегодня говорит, да я могу не есть Я говорю, ты можешь неделю в рот не брать Ты как морж на льду Ну работать тоже надо А работа такая Ночью на работе там Ему не надо Он будет сильно болеть и скоро умрет Ему скажи Выхода никакого сердца не может накачивать Лишний центр, не надо это Абсолютно не надо А как лечиться, ко мне переходи сюда на неделю У меня один был знакомый Ну тоже что-то забарахлил и стал пить Ничего не могут сделать А я ему говорю Ко мне на неделю А у нее мать больная Ну на мать мы с сестер подговорили Сестры походят Он через неделю оправился как надо И все Потому что каждый день молитва дополнительная Чтение Слова Божия И Господь так вот все это делает Я могу все это показать Что не просто слова Прямо протянуть руку и показать Вот это он Как это было Ну вот память ему Да упокоит его Господь В обителях небесных Да простить его согрешения Говорят Последние минуты неизвестны Неизвестны Я не знаю Бог его не отрисал И Бога Огорчал Вот этим делом Меня рядом не было Говорю А если бы был рядом Я бы поколотил все бутылки Взял молоток В дребезги разнес А он бы вас побил Нет На этого я не допускаю даже Даже в таком состоянии И он оправдывался Вот канифорий Нанюхался Чтобы не показать Что он так Он ценил это Дорожил Это то что у нас Сохранились фотографии Где мы стоим Вот Он очень видный был У него кудри такие Сильные кудри были И они прям Из-под шапки вылазили Где-то фотографии Может посмотришь потом Не знаю Ну вот Что у меня есть Один раз приехали В гости Она была Мне близко знакома И думала что я на ней женюсь И она приехала сюда с отцом И у него остановились А он сделал так Их на втором этаже Оставил А сам в шкафу Вставил микрофон И о чем они говорят Он внизу Ну отец что-то полез И там нашел И ей кричит Нина Тут запись идет Ну и Разоблачили Вот Что они там говорили Как Можно или нельзя было Как-то помочь им Вот Ну а отец спил И дочь запилась Вместе с ним Видишь у нас как-то Вот у меня отец спил Отец спил Но он Не пьяница Пасет целый год Не пьет Но вот осень Скотину начнет о вещах Раздавать И в это время Ему знак уважения дают Дает он На Килюковице Меры никакой не знал Ну а выпьет Значит и слова нехорошие Там И прочее А потом перед смертью Заболел рак Или что у моего отца Тихона Дмитриевича было И покаялся Вызвали священника Там А уж как Бог примет Здесь-то этого не было Ни священника Никого Опаснее состояние Вот он говорит Он прожил 70 лет И 25 лет не живет Видишь как Прожил 37 лет Жил 37 лет Ну 37 лет Ну маловато все же Маловато Маловато И он вполне мог бы жить Если бы не эта штука А сердце оно Ну не может гнать Какую-то горе Ему нормально надо Ну да У нас не было так Чтобы мы дорогой были Он где-то восстал там Или что-то Никак Вот мы ехали дорогой И я сказал Если есть То только одновременно поели До обеда С обеда опять А если нет Значит подчиняться А не будет подчиняться Обед выбросим в окно И вот едет одна с нами И Началась такая Какая-то Васия у нас Ну я говорю Ты нарушаешь условия По которым мы поехали Леша тут же был с нами Ну все приготовились Все ноги обратно на полок И все легли Поняли Обеда не будет А что набрала Сметану хотела В окно выбросили Все Блажь закончилась У меня один раз было Я говорю У нас принято так Пряник на двоих Ну пряник-то небольшой Ну вот такой вот пряник Да он даже меньше Почти как часы Вот эти Телефон Ну и вот ушли наши девчонки Одна из них Это Валя Барышника Вот она к нам ходит сейчас А другая была Галя Голодких С нами ездила Пришли Гляжу У них тут все это Даже щеки Запашкина А что вы съели Пряник нашли Съели Да какой же это пряник А тульский пряник Он огромный Тульский Ну а я же не знал Что тульский такой пряник Ну они не нарушили устав Съели Руками развел Ну тогда идите покупайте Всем чтоб такое было Вот так Вот воспоминания о нем Как о хорошем мастере Который пошел не тем путем Я о нем же жалкую всегда И когда память приходит И помолюсь Я везде говорю Не будьте Алеша Значит вот то что Магнитофонизации не было Дальше вот этого дома Могло не быть Меня не посадили Потому что посадили Это за магнитофоны За записи Вот этого бы не было И церкви не было То есть многого-многого не было Это было на нем Он был центральной фигурой Хотя он считал что я Ну да я мозговой центр Был Ну а главное это На чем с чего раскрутка-то была Это он Его вы знали очень далеко Вот у меня все Понятно Вопросы какие-нибудь есть? Спасибо Господи Ну уже все Это твой был бы тесть Да Жалко что не увиделись Свекор Свекор Да жалко что не увидела его Ну вот так Я думаю он нашел бы язык с тобой С пол слова даже У него характер в этом вопросе В знакомстве с людьми С людьми было Ну приемлемой Вполне даже Не назовешь мягким Ну он как-то быстро так Находил человеку помочь Человек к нему располагался И дальше он уже шел впереди Ну а стоите и Николаевной Они как общались С мамой Надеждой Николаевной? Я не знаю как Но думаю что очень хорошо Я так думаю Когда я у него был с ним Он меня туда увез Тещу-то показать И у нее были где-то там Она там Лешенька-Лешенька Она вокруг него прямо писала Как это поется Один раз в год Сады светут Она маме сказала И мать говорит Не скрывала слез Радовалась За нее там Слова такие Вот она примерно Уже другая техника пошла Я заново после тюрьмы Уже к магнитофонам Не возвращался А только на старом журу Что-то вернули Что-то нашли А потом все это оцифровали Что начитано И все у меня стоит На нашем сайте Сайт К истине Один народ Ру Или просто кто желает Заряди Сайт Во свете Библии Игнатий Лапкин Сразу откроется По-русски Запиши Или форум Точно так же Заряди На форум выйдешь Видеоканал у нас Это все здесь есть Вот я могу даже показать Миша Повернешь Покажи здесь Вот Это вот Мейлру мой Вот это вот Видеоканал Вот я покажу Православный Видеоканал Открытым оком Во свете Библии Видно, нет? Вот А вот это вот У нас Наш форум Вот православный форум Игнатия Лапкина Вот он где Это 1500 тем Разных тем А вот наш Видеоканал Это Вот сейчас я Могу даже показать Сколько у нас Тут менеджер На видео Вот смотри Сейчас цифра покажется 2887 роликов Это наши Чужих ни одного нету Вот оно где Вот сегодня Тоже поставили где-то Дальше Вот если я сейчас Сюда поставлю Вот это наш сайт Вот он открывается Во свете Библии Православный библейский сайт Видишь какой он Вот 55 папок Все это ответы здесь Я посмотрел Сегодня зарядил В моих книгах Вот там Слово Божие нету Слово Речкунов Я встречаюсь 11 раз А во всех книгах Уже его не было Два раза Я где-то его упоминаю Два раза Ну я просто говорю Как есть Вот это Мой мир В моем мире Тоже многое Тогда как-то Фотографий было мало Мы затем не занимались Главное сделать Известным Слово Божие Вот так Ну что Все я показал Вот Больше у меня тут Ничего нету Это очень большое Богатство Ну и все Если ничего нету Мы сейчас помолимся Поблагодарим Бога Ничего больше нет? Ну нет Вроде все Спасибо Господи Ну слава Христу Сейчас я посмотрю Где у меня тут Это Есть Вот Дать-то нечего Он отсюда возьмет Я закачаю Два варианта И он из них посмотрит Обрабатывать будет Не он Видимо Там Михаил Кальмаев Вот это у меня Не сначала идет Но достаточно Это уже записалось много Ну а это-то у нас Полностью идет Я вот сейчас Называется Там Конвертация Ужатие В два раза меньше И дальше я сразу поставлю К утру я уже почти закачаю К утру Все Хорошо Спасибо Вот моя кошечка пришла Вот она пришла Надежда Васильевна Кошка Ой Считали такая вредная Она до того хорошая Ласка Так Ну здесь Стой там оттуда Смотри Вот иди Стой рядышком встань Надень платочек Господи Божий наш Слава Тебе Велика милость Твоя Ты проделал нашу жизнь Ты ждешь нашего покаяния Исправления Прошу Тебя Господи И усопшему Леониду Алексею Прости всякое согрешение Вольное и невольное Если что можно сделать Пощади его душу Тебе слава за все Отец, Сын и Святой Дух Аминь Аллилуйя Все Во славу Божию Спасибо Господи Давай Так, держи пока Я сейчас у тебя заберу его Вот, маленечко Отцепись Вот Ну давай Давай, ходи Я тебя сниму Ты снимал у меня Михаил Петрович Вот так Видишь, пришел Как хорошо, что мы Снимали на это А иначе бы там Просто Не было ничего Я не включил Я еще не очень Опытный в этом деле Все Во славу Божию Выключаю Спасибо Христос Отошел